здравствуйте коллеги с вами сяков роман компания draw markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня пятница завершается текущей торговой неделе на рынке мы видим вновь распродажу ну и как мы и договаривались в рамках этого выпуска мы обсудим итоги фрс да так как оно было достаточно важным и важно было понять что же сказал паул да какие планы у фрс на дальнейшие действия ну и поговорим конечно почему сейчас происходит вот данный распродаж мы видим снижение индексов и в том числе индексы смп-500 переходит фазу коррекции но прежде чем мы начнем не забудьте поставить лайк этому видео если оно вам нравится вопросы которые у вас появляются обязательно оставляйте в комментариях а итак разберем сначала заседание фрс и здесь важно сказать то что регулятор ну принципе как мы ожидали и здесь не было никаких сомнений ставка осталась на прежнем уровне и все 18 руководителей фрс ожидают сохранение ставки неизменной в этом году также большинство ожидают изменения ставки ближайшие в 2023 году ну собственно как и ожидалось а также здесь важно отметить то что пока пока фрс повторила что будет использовать все доступные инструменты для поддержки американской экономики да то все что у них есть монетарная политика останется а стимулирующий зависящий от ситуации в экономике дать если в экономике будет ситуация соответственно ухудшаться то дополнительные меры будут применяться а выкуп государственных ипотечных ипотечных облигаций продолжится как минимум в нынешних объемах не менее 120 миллиардов в месяц а также фрс отметил что пандемия коронавируса создала огромные экономические сложности в сша и по всему миру и индикаторы активности занятость начали улучшаться хотя наиболее пострадавшие сектора остаются слабыми да то есть то что было как раз период коронавируса а инфляция осталась ниже двух процентов годовых да то есть это таргет уровень и по инфляции по безработице уровень 4 5 процентов также сохраняется а теперь с точки зрения прогноза была представлена диаграмма показывающий медианный прогноз ожиданий по фрс показал что даже в 2023 году ключевая ставка может остаться без изменений да то есть они еще раз сделали на этом акцент ожидания относительно роста потребительских цен в текущем году повышена до 2 и 4 процентов с 1 8 здесь мы ожидаем как раз вот этот рост инфляции да то есть который был и уже также в ходе своего выступления джером паул заявил что еще не время сокращать выкуп активов когда экономика из сша полностью откроется в этом году уже возможно инфляция да тут возможно она будет выше возможно она будет выше и такие такие заявления паул сделал хотя здесь тоже здесь важно отметить то что на рынке восприняли принципе в этот день до в среду ситуацию позитивно да то есть мы видели рост по основным индексом мы видели падение американского доллара но в то же время начался рост и десятилетних облигаций вот тут уже как раз мы переходим к тем факторам которые сейчас влияют на рынок и вместе мы с вами можем это посмотреть то есть фактически то распродажа которая была а вчера на рынке она была вызвана новым скачком роста доходности казначейских облигаций который был уже показан на отметке 175 это фактически уже те уровни которые были в январе двадцатого года также из событий которые сейчас на рынке происходит ряд стран на возобновили использование вакцины астразенека то есть то что мы как раз обсуждали в понедельник да вот те сомнения которые были по вакцине но франция и германия эти данные на возобновили после заявления как раз европейской комиссии который следит как раз за лекарственным препаратами что те действия которые негативные действия которые есть их немного и больше все-таки позитива от использования чем от неиспользования соответственно опять же ключевое 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 событие это рост казначейских облигаций который сейчас был также а нефть до продолжила падать в пятницу в принципе сейчас мы видим уже на уровне 63 то есть это связано с тем что есть определенные опасения насчет дополнительного локдауна в европе до в ряде других стран и собственно нефть на это тоже реагирует ну скажем так неделя у нас закрывается не на самой пока позитивной ноте но америка еще не открылась вполне вероятно что определенный выкуп да мы сможем сегодня увидеть ну а теперь в целом давайте посмотрим что происходит по рынкам евро пока все еще остается в рамках нисходящего диапазона опять же продажи здесь становится все более более привлекательными на текущий момент но на из отметки 1.20 1.21 это будет более разумно делать то сейчас пока мы можем только наблюдать и по британской валюте здесь мы все еще сохраняемся в рамках восходящего тренда до была возможность неплохих покупок в первой половине марта после того движения которое было вчера и позавчера собственно здесь уже мы находимся по тем уровнем которые но не самые оптимальные для того чтобы входить сейчас британской валюты поэтому пока данный инструмент тоже пока на оставляю и за ним наблюдаю пара американский доллар канадский доллар здесь началась у нас как редкая коррекция на фоне как раз укрепление американского доллара который мы видели вчера и пока общий тренд все еще сохраняется восходящий но данная коррекция может на нас как раз привести к неплохим уровень для входа на продолжение данного тренда то есть в область 26 26 26 50 может быть 27 то есть вот оттуда как раз было бы интересно вновь перезаходить уже непосредственно в продажу по данной валюте по паре американский доллар японская иен здесь коррекция как раз уже началась то есть мы уже но долго говорим о нахождении данной валютной пары в зоне перекупленности и фактически мы долго стояли в боковике особенно это видно вот на часовом таймфрейме фактически всю неделю вот мы торговали в таком узком диапазоне сейчас мы продолжаем все таки двигается по нисходящей поэтому здесь пока продажи здесь остаются в приоритете но опять же тренд у нас основной сохраняется восходящий поэтому заходить в продажи но это контр трендово это более рискованно поэтому это умение это не рекомендуется если вы там более консервативный трейдер но а для того чтобы заходить по тренду уровне 107 107 80 принципе здесь могут бы выглядеть довольно таки неплохо а по австралийцу а по австралийцу пока у нас удерживается область поддержки на минимумах февраля пока у нас тренд опять же сохраняется восходящий мы видим еще одну волну роста до который идет как раз после того а скачка который были мы которым увидели во вторник и продолжался в первой половине четверга но как мы видим была коррекция то есть фактически эта коррекция выглядела довольно таки неплохо для того чтобы перейти как раз в на продолжение роста по данной паре здесь я позицию не вошел а вот как раз по новозеландцу нам это также пока находимся в области поддержки до в рамках данного восходящего тренда то есть покупки в области данных минимальных значений выглядели довольно неплохо поэтому по новозеландцу 10 для себя одну позицию открыл по тем уровню то есть буквально несколько минут до начала записи данного видео и на всякий случай поставил еще на одну часть объема а если будет еще небольшая коррекция то еще часть объема бы докупил если она произойдет стоп лосс у меня стоит за минимум то есть я убрал его за несколько уровней то есть это минимум 12 марта это минимум 17 марта ну и также это минимум который был сформирован сегодня но цена пока не ушла ниже минимальное значение четверга поэтому пока я рассматриваю для себя как раз этот уровень как критичным для данной ситуации есть на уходит все-таки ниже данного ценового значения то я считаю что покупки здесь уже имеет смысл прикрыть и рассматривать уже другие точки как раз для входа то есть в этом случае коррекция может быть более затяжной а теперь по золоту здесь у нас общее движение нисходящее также продолжается но золото сейчас корректируется до подрастает на фоне как раз роста также процентных ставок и не перетока части капитала как раз в данный актив по а золото я все еще для себя рассматриваю как раз возможности зайти на понижение и как раз вот та сделка которую мы говорили которые я открывала в пятницу до закрыл стоп закрыл по небольшому стоп-лост от все стоп-лост перемещал и сейчас мы видим что в любом случае бы это стоп-лост сработал если бы я выставлял там на максимуме 11 марта ну и как раз в преддверии заседания фрс преддверии данной повышенной волатильности это было ну крайне опасно его здесь держать тем более уровни были не самые хорошие так скажем для входа хотелось бы продать золото чуть дороже там из области 1750 1800 собственно сейчас общего сходящее движение здесь сохраняется если мы посмотрим на еще раз дневной таймфрейм то уход как раз в область 1750 и формирование как раз формат нисходящий в этой области может быть как раз интересная точка для входа поэтому здесь я продолжаю за золотом следить индекс dax вчера новый локальный максимум в целом да мы видели меня позитив на европейском рынке многие акции а европейские хорошо подрастали в том числе те которые входят в индекс dax 30 но а вот та модель та фигура которую мы видим сейчас она могут может быть может ставить таким предвестником разворота да то есть мы видели что вчера покупатели пытались весь день фактически атаковать продавцов и это получалось да это получалось фактически до американской сессии а затем уже мы вернулись практически к тем ценам которые были открытие вчера если сегодня локальный максимум по dax будет обновлен то у меня фактически это можно считать фигурой несостоявшиеся да то есть движение восходящее может продолжаться но если мы увидим закрепление ниже отметки а 14661 то есть минимум вчерашей торговой сессии то тогда уже вероятность коррекции по европейским индексом также будет более высокой но если 500 также немножко немножко переписал вчера локальный максимум но не дошли мы пока до отметки 4000 и дальше уже во второй половине торговой сессии мы увидели коррекцию мы увидели снижение мы смогли закрепиться ниже минимальные значения которые были сформированы в четверг что а фактически сейчас говорит нам еще об одной волне распродаж по а по крайней мере по индексу s&p 500 многие другие индексы находятся все еще также в коррекциях да то есть индекс на дак индекс nasdaq продолжает снижаться а вот по сэмпи 500 опять же если мы не увидим перри хая сегодня то что не что отменит как раз вот данный начало данной коррекции то эта коррекция может быть в область 3 800 3 700 и дальше уже зависимости от того где она становится будем подбирать нефть нефть марки brent да если мы посмотрим на как раз дневной таймфрейм да то есть мы видим что мы подошли к области поддержки в области 62 63 сейчас так будем себя поширять 4 по 7 дней на нефть марки brent принципе из этих уровней опять же возобновится движение восходящим может и все еще пока у нас тренд сохраняется восходящий да то есть он все еще в силе но мы видим что вот эта слабость она проявилась фактически первый раз начиная с ноября прошлого года да когда у нас вот данный тренд более активную фазу получил развитие поэтому скорее здесь может быть еще одна волна роста до в область 66 67 а потом может быть мы сможем уже как раз увидеть фазу и снижение да то есть это то о чем мы говорили потому что нефть а вряд ли может расти активно и вряд ли мы можем увидеть на уровне 100 или еще выше но вот цены там районе 70 73 выглядят более-менее адекватными вполне вероятно что мы туда можем еще раз ходить и потом уже начнется движение исходящий на фоне переоткрытия экономик на фоне увеличения производства увеличения добычи нефти и а тогда как раз уже есть может перейти в диапазон там 70 50 и в этом диапазоне торговаться доу джонс вчера да также обновил локальный максимум но мы увидели концу дня закрыть закрытие ниже открытия что также может сегодня послужить триггером на начало как раз коррекции доу джонс ага растет максимально активно в марте но вот эта коррекция как раз на фоне роста доходности облигаций сможет как раз именно возобновиться ну и по nasdaq да сейчас есть небольшой отскок то есть фактически nasdaq торгуется в нисходящем тренде да то есть уже последние там несколько месяцев последние несколько недель прошу прощения и соответственно если мы посмотрим на дневной таймфрейм то пока здесь мы все-таки видится формация нисходящей если да если nasdaq может закрепиться выше максимум которые были сформированы в марте то собственно тогда уже можем говорить о возобновлении роста ну что ж неделя закрывается довольно таки активно мы видели как бурный рост так и бурную коррекцию сейчас рынок будет переваривать то что сказал павел да и собственно все еще темы с коронавирусом остается основной за ним это уже продолжаем следить всем желаю хорошего торгового дня всем желаю хороших выходных мы с вами в понедельник поговорим как всегда как закрылась текущая торговая неделя что ожидать на следующей неделе и подведем итоги что у нас было соответственно этой неделе всем спасибо за внимание не забудьте поставить лайк если вам понравилось это видео вопросы оставляйте в комментариях до следующей недели всем спасибо и до свидания